здравствуйте сегодня будем готовить самый легкий на мой взгляд самый новогодний торт называется вишенка еще можно его назвать домик очень красивый легко готовится самое главное в этом нужно вишня без косточек это было немножко сложно остальное все легко сейчас я вам все подробненько расскажу и покажу вишня у меня замороженная я ее с вечера разморозила опустила сок сок пошел на компот косточки вынула в замороженной вишни легко вынимать косточки так руками раз прижал и они выпадают а в свежие вишенки надо там приспособление шпилькой или еще чем-то или разрезать пополам на немножко сложнее замороженная вишня очень хорошо хранится у меня холодильник индези там быстрой заморозки сухой с вишней все понятно приступим к тесту убираем вишню берем мисочка миска у меня не новая так как каждый раз миксером не и она выбивается немного но она чистая все нормально для приготовления этого торта нам нужно 200 грамм масла или 200 грамм вот вершкового маргарина тоже подойдет это в тесто тесто будет крохкое рассыпчатое очень хорош в этом в пачке 500 грамм нам надо 200 взять пополам 250 чуть меньше вот так будет 200 надо брать точное количество для этого рецепта а из-за чего вы увидите позже теперь мне нужно взять 200 грамм сметаны 200 грамм масла 200 грамм сметаны сметану я выбрала 21 процент и мне нужно 200 грамм сметаны в упаковке 400 грамм значит половина упаковка как вы видите тесто приготавливается очень легко и интересно теперь для этого рецепта нужна сода соду я держу в баночке от кофе мне так удобно берем чайную ложечку соды вот столько сыпем на сметанку и нужно погасить уксусом уксус я взяла яблочный можно обыкновенный 9 процентные но у меня не было есть расходовала в доме остался яблочный нужно 1 столовая ложечка яблочный уксус там уже по моему гриб появился в уксусе яблочным прикольно неважно вот поливаем уксус на соду она пошипит и этого достаточно сейчас убираем все теперь нужно взять два с половиной вот таких стаканов муки яйца в этот рецепт не ложится муку нужно просеять предварительно и высыпаем два с половиной стакана второй стакан и пол стакана оставим после того как это все смешается теперь начинаем смешивать маргарин мягкий с вечера я его оставила на столе с этого теста я вам скажу по секрету можно делать наполеон очень рыхлые хорошие коржи получаются у меня есть рецепт ничего больше добавлять не надо наполеон обалденный получать изумительный раскатываете коржи коржи катаются очень легко делайте заварной крем и получится обалденный наполеон но немножко нужно всего побольше 300 грамм масла 300 грамм сметаны и три стакана муки это наполеон это я уже второй торта вам рассказала во время того как мы делаем этот торт я вам уже рассказала рецепт следующего торта теперь добавляем еще пол стакана муки и вымешиваем наше тесто сейчас я его сначала раздробила а теперь будем собирать вместе и начнем делать с него красивое изделие все продукты соединились и тесто становится эластичное но мне надо чтобы эта мука вся вошла как по рецепту в тесто надо вымешивать чтобы вся мука тоже соединилась с продуктами вот уже практически все смотрите как она красивая получается но с ним работать так нельзя его нужно будет разделить на кусочки и оставить в холодильнике на некоторое время чтобы заморозил потому что при раскатывании вот прилипать сильно а много муки добавлять будет жестко и торт будет другого вкуса и качества вот вот это тесто сейчас мы поделим на кусочки мисочка нам не нужна возьмем немножко муки вот так раскатали качалочку и нужно поделить этот кусок на 5 частей так так будет на 4 да как раз два три ну желательно равных частей немножко сейчас мы попробуем равных сделать с этой стороны 1 вот пять частей отделяем теперь каждую из этих частей нужно поделить еще на три части это мы делаем на количество коржей чтобы здесь мне кажется поменьше получилось добавим немножко примерно одинаково можно на весы бросать взвешивать можно на глаз теперь на три части делим теперь каждый кусочек нужно поделить на три части я их вот так немножко скатала чтобы было удобно раз и остальные также все на три части одинаковые величины теперь берем тарелочку и складываем вот так кружочки на тарелочку и поставим в холодильник каждый кружочек а затем будем делать коржи фаршированной вишней и запекать в духовке торт легко очень делается очень легкий торт тесто к рукам не липнет руки вот чистые приятное эластичное мне нравится и вам понравится а какой вид будет сказочный сразу поднимается настроение при виде этого тортика вот таких 15 шариков должно получиться я их ставлю в холодильник затем когда заморозится будем катать хотя бы на часик пока мои мои тесто в холодильнике чтобы не терять время я вам покажу как я делаю крем для крема нужно обычно сливки так как сливки на новый год дорогие я взяла сметану 25 процентная тоже подходит она густая не кислая хорошая сметаны нужно 800 грамм в этой упаковочке 400 грамм значит нам нужно две упаковочки чтобы получить крем нам нужно взбить эту сметану миксером не у меня конечно не скоростной фирменный бош написанный но все равно какой есть такими пользуюсь на самой большой скорости нужно взбивать чтобы увеличилась сметана в бое добавлять сахар будем после того как она увеличится если у вас более жидкая сметана по процентам то можно добавить вот такой загуститель для брыжков для сливок для сметаны тоже хорошо действует просто открыли и порошочек высыпали взбили миксером но мне не нужно так как у меня достаточно густая сметана похожа на сливки теперь мне нужно добавить сюда 200 грамм сахара я взяла сахарную пудру 200 грамм ну так как уже приобрела нужно израсходовать но можно и сахар сахарная пудра просто быстрее растворяется и не надо долго взбивать вводим постепенно взбиваем и вводим она равномерно распределяется теперь берем ванильный сахар тоже так как это не ванилин а ванильный сахар высыпаем весь пакетик и 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 все наш крем готов теперь приступим к раскатыванию коржей уже прошло достаточно времени не терять время крем получается не совсем густой но очень вкусный нам нужно будет залить торт чтобы он пропитался поэтому густой сильно крем не нужен вот такой как раз самый раз теперь достаем из холодильника кусочек теста один кружочек посыпаем мукой и начинаем формировать торт с двух сторон так обмакиваем раскатываем коржик мука нужно для того чтобы не прилипла к досточке тесто еще не совсем заморожено но она уже раскатывается уже получается нам нужно раскатать очень тонкий корж сейчас мы это сделаем даже если у вас не совсем ровный получился корж края обрезать не нужно так как мы будем закручивать вишню рулетик сейчас вам покажу как раскладывать вишню вишню раскладываем по краю коржика этих краем не будет видно тесто получится как слоеное потому что она очень тонкая и рыхлая муки в нем не очень много оно будет очень вкусно попробуйте не пожалеете вишню раскладываем вот так теперь за кончики закручиваем серединку чтобы вишенка получилась внутри и вот такие рулетики складываем на противень один возле другого смотрите немножко оставляем место так как в тесте присутствует сода и нужно чтобы подошло и все 15 кружочков делаем одинаково еще один покажу как я закручиваю по краешку легонько берем перекидываем через вишенку и качаем качалочку очень легко это делается тесто послушно если вдруг где-то прорвалось ничего страшного тут слой хорошие но можно закрутить приклеить ну для новичков это я рассказываю кто уже умеет работать с тестом тем конечно легче кто первый раз хочет испечь такой тортик тоже будет очень легко все у вас получится так продолжаем и и и вот так я разместила свои рулетики все 15 штук поместилось теперь помещаем духовку будем выпекать до золотистого цвета духовка предварительно нагрета 200 градусов на 20 минут по таймеру еще три минуты но уже золотистого цвета пора вынимать мои рулетики я вынула противень наверх газовой плиты они должны немножечко остынуть так чтобы можно было держать вот так руку они еще очень горячие и в теплом состоянии заливаем кремом мои трубочки остыли теперь заливаем их кремом полностью вот так вот и немного крема оставим на украшение нашего торта они должны пропитаться в теплом состоянии для того чтобы было мягкое и сочное торт все пропитывается самая интересная часть для этого видео сейчас мы будем собирать сам торт я взяла такой поднос прямоугольной формы конечно он большеватый немножко для этого торта но такой у меня попался первый слой нижний выкладываем смотрите пять рулетиков я взяла вот такими вот лопаточками с двух сторон одна такая одна такая и вот так пять штук сразу и положила следующее берем мы четыре штучки сейчас я принесу и покажу как я их делю вот так четыре штучки ставим домиком одна у меня упала так как на камеру оно все падает всегда теперь нужно поправлять они очень рыхлые мягкие поэтому так и получилось будем исправлять ситуацию я все поправила вот у меня есть крем я оставила и немножко смажем вот так чтобы оно склеивалось там где развалился кусочек оно приклеится следующее теперь мы берем три три штучки мне надо вот три штучки сверху ставим сверху ставим вот так теперь две штучки я вам все показываю подробно чтобы вы знали как я складываю вот две штучки на вишенка лишняя и сверху одна штучка и так у меня получился домик поправим его чуть-чуть вот и теперь нужно это все залить кремом красиво было вот этот крем который я оставляла теперь буду заливать кремом и вот такая красота у меня получится для этого я оставляла крем не весь на противень выливала чтобы у меня получилась такая их бушечка сейчас я вам окончательный вариант покажу вот такой тортик домиком у меня получился можно ничем не украшать а можно украсить битыми орехами будет очень красиво смотреться грецкие орехи и вот так просто посыпаем можно шоколадкой сверху для того чтобы покажу не только что теперь у меня есть такие конфетки я хочу затереть сверху берем терку можно мелкой, туда будет мелкая крошка, а крупнее будет крупная крошка и очень красивая так и так. Чудо домик у нас или вишенка, что как хочет так и называет. Все получилось, сейчас покажу что получилось в результате моих трудов на скорую руку. Торт очень легкий, вы сами видели, я вам по моему все подробно рассказала, на камеру сложно все делать и туда смотреть и туда смотреть, но по-моему у меня получилось все вам рассказать и показать, сам покажу его вблизи, смотрите какой получился замечательный тортик, высокий, видите уровень руки, огромный, вот даже стакан поставлю, видите как стакан большой, 200 граммов, привлекательный, красивый тортик, режется вот так и получаются треугольнички такие замечательные. Посмотрим какой тортик в разрезе, вот такой, вот такой замечательный тортик получился, вот смотрите какие слои, видите слоеный, красивый, в разрезе вот такой он большой, это одна порция, видите какой большой, красивый, замечательный торт, с копеечком, то что надо, всем приятного аппетита, всем пока!